Порядка двух тысяч самарских подростков лето проведут с пользой. Более 600 молодых людей уже работают. В основном занимаются озеленением и благоустройством города. В лидерах по востребованности – должности помощников специалиста, работа в регистратурах медучреждений и библиотеках. Оплачивается труд молодежи вполне достойно. За неполный месяц можно заработать около 6 тысяч рублей. Еще примерно 1300 доплачивает городской центр занятости. Учреждение наше заключает соглашение с работодателями о сотрудничестве по организации временных рабочих мест. И среди них в этом году у нас достаточно большой спектр организаций, это и промышленные предприятия города. Конечно же, в первую очередь трудоустраиваются подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Однако, по мнению главы городской администрации, этих мер недостаточно. Во-первых, работать летом в Самаре могли бы гораздо больше подростков – около 50 тысяч. Да и трудоустраивают ребят всего на две недели в месяц. Многие ребята остаются предоставлены сами себе. 20 лет назад программа летнего трудоустройства молодежи задумывалась как способ сократить подростковую уличную преступность. Я думаю, что существенного влияния на преступность подростковую такой период не оказывает. Поэтому нужно думать о том, чтобы период был увеличен, показывать цифры, как меняется преступность подростковая в городе в результате реализации этих мероприятий. Это тоже очень важно, потому что мы мероприятия выполняем не ради мероприятия, а ради того, чтобы изменилась ситуация в городе. К тому же, по мнению участников трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, большее внимание следует уделить возрождению студенческих трудовых отрядов, которые могли бы участвовать в стройке объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Другой актуальный вопрос – подготовка квалифицированных кадров для предприятий города. У грамотных молодых рабочих есть шансы быстро найти высокооплачиваемую профессию, как у победителя всероссийского этапа чемпионата WorldSkills Russia. Молодого электрика из Тольятти пригласили на работу в крупную корпорацию. Самарские ребята тоже стали лидерами чемпионата в номинациях «Дизайн одежды» и «Поварское мастерство». Алина Чемерис, Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.